Ну что, давайте попробуем из набора круглых тряпочек сделать кашпо. И сейчас мы эти тряпочки наложим одну на другую. Вот видите, да, у меня с одной стороны короче, а с другой стороны длиннее. Вот видите, да, у меня с другой стороны длиннее. И мне нужно поставить ее на край, чтобы вот эта длинная часть свисала. И теперь нужно создать складочки поровнее. Если не скапает, то вот так, чтобы оно вот, видите, свисало, а не смялось. Сейчас немножко подсохнет и будем промазывать еще. Теперь, опять же, разведенный жидкий цемент промазываем. Ой, она легкая качается. Промазываем все складочки снаружи. Все слои, которые наружу видно их, все промазаны. Проблема всегда одна. Не знаешь, куда пристроить, чтобы не переломать, и чтобы оно схватилось. Это у меня, не знаю, вот такая лейка, что ли. Я ее пополам распилила и бумагой склеиваю скотчем. Вот видите, криво же стоит. Ну ладно, сейчас я наложу. Буду пристраивать поровней. Высохло у нас. Сейчас мы идем. Вот так. Вот. И теперь нам надо ее промазать всю изнутри. Сейчас я ее намочу, чтобы цемент лучше схватывался. Развела цемент такой погуще. Прям туда. И размазываю по всем стеночкам. Везде, где достану только. Кашпо высохло. Теперь нам нужно его покрасить белой краской. Крашу я водоэмульсионкой фасадной. Ну, не потому, что я всегда и крашу. Просто она у меня сейчас есть. А так бывает и обычной водоэмульсионкой. Которая для стены, для потолков. Я забыла вам снять, как я делала вот эту ногу. Вот у меня есть такая воронка с огромным таким вот отверстием. Я ее распилила пополам. Вот так вот делаю. Накладываю цемент. И ставлю. Вот сюда. И все. И когда цемент высыхает, я бумагу эту снимаю и вытаскиваю. И все. Больше ничего тут такого нет. Каждый раз я говорю, что нужно обязательно красить белой краской. Для того, чтобы следующий слой, которым вы будете раскрашивать, чтобы краска не пожухла, не потеряла свой цвет. Для этого мы и красим белой краской. А потом, как хотите, можете красить другим цветом. Можете оставить белым. Это уже хозяин-барин, как говорится. И внутри вот эти вот края, которые будут краситься, тоже надо покрасить. Вот такая краска у меня. Металлик, баклажан. И я. Так, по краешкам. Сейчас я буду красить. Так. Вот. Продолжаем. Вот такое кашпо у меня получилось. Вот такое нарядное. Кому понравилось, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь. Будем вместе с вами творить. И спасибо всем огромное за внимание.